чертики вечные я бы сказал сам собирал печь второе векание на камеру или выключил интересно и стремно одновременно это надо попробовать это точно надо попробовать всем привет вы на канале для тех кто любит баню меня зовут Владимир Усанов сегодня мы с вами посетим одно очень интересное место под названием баня Усани и меня там даже пообещали попарить поехали узнавать новое по правде говоря к этой поездке я никак не готовился и в этой бане я ни разу не был оттого мое любопытство росло с каждым пройденным километром ролик получился содержательным поэтому для вашего удобства я разделил его на темы и добавил тайминг приятного вам просмотра вот мы и доехали до Александра привет вот показываю баню свою у тебя их несколько сетка это у тебя слэп или это я сам собирал из бруса а брусовая да брусовая получается покрытая лаком все будет еще доделаться деревом все будет отшваться а это что за а это там всякие есть чертики и чертики есть стул вообще огонь это у тебя кто-то делает это все тебе это я из березы собирал нет это мой заказ ну пойдем в баню посмотрим такое строение тоже не маленькая могучая двухэтажная тут все бьются всегда головой с легким паром вместо для бития головой да кто не поклоняется слушай ну тебя никогда не спрашивают как тебя зовут да сразу все понятно слушай уютно у тебя ты специально темным цветом покрывал да да у меня кстати больше нравится темным цветом вообще баня они как-то поуютнее чем светлые а это у тебя печка уже откуда начинается да банная да 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 сейчас посмотрим да перебирал я уже несколько раз а вот это что такое а здесь дрова сюда на вас складываются и они там наверно подсушиваются да подсушиваются да горит ступится да печь по серому у тебя да 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 пойдем посмотрим дальше мне уже нравится у нас купель когда мы выходим слив глубокая да да достаточно ну подрос да чтобы больше метр шестьдесят наверное где было поглубже я ее уменьшил заходим попаримся я первый да ух вот это банька слушай режим как надо вот я сколько в бане не попадаю со своими клиентами работать постоянно я колдую с бубном бегу чтобы насольный режим теперь я захожу все бери поддавай парься мягенько прям то что надо микро климата она еще зависит из камня она придает вот это получается две плиты чугунные лежат по три сантиметра и вот раз раз получается четыре месяца камни меняю меняешь смысле они ну умирают да ну как они не отдают свои хорошо закакать как губка я не довожу до такого чтобы у людей потому езжу когда вот они начинают крошиться когда подают люди у них потом после бани ну как бы вот это то есть предпочитаешь простые камни но менять почаще да 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 попрочнее не продумал момент ну я вот сейчас третью баню сделаем там будем уже такой да да будем ну зачет что следишь это очень хорошо чистая баня чистый пар ковшик ну вот я тебе тогда говорю вот это вот ты сам делал да 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 ну в принципе так уж как в магазине ну а я тут скреплю мне увидеть я ну руки есть в тазике у тебя из нержавейки да да я делаю то же самое дело что нет это я заказываю могучий тяжелый срочно вечный я бы сказал да 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 они вечные чтобы пластмасса не ломаются полочек полочек широкенький ну такой прям сантиметров 75-80 наверное да да хватает в принципе они у тебя двигаются штек-талки или это когда четыре руки парим это все но я понял на середину выдвигается и можно с двух сторон человеком обрабатывали получается здесь подаем пара идет и весь весь жар всегда вот здесь возле двери но он всегда обычно на другой стороне печки слушай мне нравится эргономные парилки она не большая не маленькая но при этом просторная все как бы на своем месте супер я уже запотел супер да я тоже свитере кстати ну когда дети париться с детьми приходят это день открытых дверей парной получается ну это это да они туда и сюда тут ну а их же нельзя уже как бы заставлять когда с детьми приходит обычно родители не могут попариться нормально надо выбирать либо с детьми им время уделять либо без детей чтобы сами толщичка какой день паришься тот день не старишься понятно веник у тебя аромат стоит просто обалдеть да тут в том году еще больше было вообще супер это сам делал веники нет это не на заказ привозить уже готовы ароматные вот в этом году привозили почему-то они в том году привозили ты их привязываешь да да я их там привязываю подтягиваю и прям щавелем прям пахли веники щавелем дуб прям щавелем прям зеленым был да 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 ну свежий это да вот фирменный автомобиль и что часто звонят по машине по рекламе работает очень работает вот так вот маркетинг а это мы попадаем во вторую баню да это маленькая да в которой мы сегодня с тобой погреемся да сегодня помню веса париться вот теперь не убирается впереди сюда купили тебя водопроводная да 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 со скважины со скважины со скважины а ну-ка слушай вообще бодряк градусов шесть семь и тогда тоже здесь у тебя посидеть можно а вот так вот банька выглядит снаружи кочевики это получается вход здесь следующая дверь предбанник стопочный одновременно а печь у тебя точно такая же да да такая же тоже серая да тоже а кто тебе ее клал еще раз скажи мне вот это я сам собирал печь ну я дублер копирую да а тебе туз сложили ты смотрел да 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 а мне надо показать как красиво сейчас за солнышко пройдет синий огонь уйдет за солнышко закроем и она уже будет набирать 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 и все больше и больше тут туалет тупзик да вещь важная автоматически включается тема кстати девочки да в какой бане не попаду мне некуда ничего полезть постоянно ну это то парень всегда ну понимает ну да что ничего не хватает где-то у банчика таких косяков не бывает слушай венчики все готово красота это холодный у нас душ а это у нас горячий душ горячий? да он контрастный такой прям попробуй прям прикольно бомба все друзья приходят и говорят блин я себе такое же сделаю и и идет так холодно нормально воды идите туда ну естественно шлиф не шлиф не шлиф не шлиф парилочка не холодные не холодные то есть ты сюда набираешь воду просто нагреется от камня это вот нагревается я здесь открыл и тут такой конкретный напор вообще удобно слушай не надо ведра таскать да? потом потом пожалуйста душ и ну когда пропарю и делаю помывку или контрастики людям делаю вот здесь все как положено потом ну здесь я еще не доработал ну здесь стоится второе дыхание вот полотенце скручиваю что как ложится а вентиляция есть какая-то у тебя? вот это есть и плюс важный момент напротив двери форточка да 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 открывается и проветривается и хватает да? да 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 ништяк а чем обуслована такая дверь стеклянная? это финская дверь мне там друг отдал он там делал сауны да и что это здесь стеклянная была вот эти петли вот эти петли вот я тут замазал они металл с деревом когда жара-холод жара-холод и любое дерево вымирают в этом месте ну да проседает да да и двери потом ну до весны протерпит буду новую дверь ставить я знаю зачем нужны стеклянные двери они потеют или нет? когда они паришь? есть есть но все равно видно там когда влаги много оно прям до сюда бывает запотевает ну в общем знаете что нужно? вот у тебя например пришли там пять гостей один парень не заказал а другие не знают что такое и они зато понаблюдают тоже захотят ну да вчера был такой сталевар пожарный я ему так 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 я говорю как вы? да так нормально и потом нет я вот два захода ему сделал вроде уже это ну перебор но не хочу палить его просто ну вот я завтра в караулы иду ну как в начальной бригады там и это ну я говорит пожарный я говорю да что ты молчал то? а я в парочке раз раз и погнал его а ему он лежит и он как хорошо и потом я ему ноги хорошо прогрел и у него потом пошло ну вверх вверх покрутил его попарил ноги и у него тепло по скелету пошло как бы вовнутри изнутри пошло но рот деятельности и место работы кем человек работает это намного можно сказать вообще да вам поговорили мы немножко пришло время погреться всегда я готов когда травки приносите замочили поставили они я чувствую доником пахнет да даже не заходя и они подсыхают вы просто берете или воду опять окунаете чтобы дополнительный запах или ну у кого как у него так делаем и он сейчас по новой еще будет больше давай и вот так увлажняю баню чтобы комфортно ну да тут печка такая большевата для этой парной она так немножко может посушивать но она лишний жар сбросить можно влажность поднять но когда паришь уже нормально все правильно да 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 то есть это такой перед первым заходом проливчик у тебя пол теплый или нет 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 но он теплый на самом деле более-менее да так липо есть но по за тот год дед мне тоже привозил время его ставишь и потом вот она начинает отдавать и прям губы сладкие становятся и и и по и такой был мягенький опахальный немножко с венечками только спереди погрели меня александр и саш ты знаешь я пытался расслабиться максимально но я все равно отслеживал то что так что есть хочет я могу рассказать некоторые моменты на камеру ли выключим перед тем как завести людей но это может быть со мной там у тебя вёдра уже должны быть там занесены с водой должны быть готовы и используешь веники под голову да вот липовый и ты меня положил сначала а потом начал два раза мне поднял голову напрямую шею подложить это подушечка желательно должна быть готова сразу пару в твоей бане от печки просто меня поразил я был в коммерческих банях бываю такого пара я не помню я еще попробую тебя попарить как с точки зрения банщик выглядит но порог просто отменный бархатный прям такой мягенький успокаивающий вот потом ты меня попахивал на голову не стал накрывать ну и принципе ты мне рановато накрыл голову там принципе в бане очень легко дышится с этим проблем я не увидел несмотря на то что большая печь и небольшая парная соотношение да вот очень легко дышалась ну вот что-то на воздух был со второго дыхания шел к затылок мне и когда ты накрываешь голову пихтым вениками и ты их не стряхиваешь несколько просто и когда ты начинаешь поднимать их надо мной у меня на тело попадает капли холодная а я еще да я понял это как неприятный момент и потом они начинают скапывать в глаза у меня глаза в глазах ямки и вода наполняется и мне приходится так вот держать что у меня руки вроде есть я и я вот такой корежу я глаза не попал вода то есть вообще пихта и пихта я не люблю накрывать она как бы классно пахнет но я не люблю накроете за то что если ты стряхнешь сильно она очень быстро нагревается быстро нагревается и на нее конденсируется пар если не плотно на голове лежит эти капли горячий нагревать потом начинает скапать вроде сначала холодный например а потом начинает это тоже неприкольно вот так классно приманка ароматная прохладная с такой момент и многие люди кстати не любят когда мокрые веньки много ухода просят стряхнуть вот я то что делал вот и веники которым ты парил меня до мягенько уже после опахала ты их прямо из-за ведра вытаскиваешь они тоже мокрый то есть я как бы заношу всегда инструмент уже готовый нем не мокрый во первых они легче чтобы тебе не таскать лишний вес и во-вторых вот эти вот капли горячий когда ты начаешь сразу раз достал их с воды даже если ты их стряхнешь все равно ты не догоняется надо долго трясти шум этот все равно напрягает гости вот то есть они должны быть уже таки пол сухи наготове с без воды и когда ты начинаешь ими работать и никаких лишних капель на тело не летит же это как лежу и дождь какой-то горячий тоже не очень бывает приятно вот что еще то есть ну как бы такие моменты а так все нормально но он еще показал что ты многовато поддавал может быть там все-таки остался пар но я поразить я попробую тоже выхожу как проветриваю получается подал да когда я чувствую что-то много да я дверь открываем выходит и одну допустим которая застояла допустим я еще раз потом чтобы она обмен был и за это он как бы еще легче становится как удержать то что запускаю воздух и плюс но какие-то моменты подавал что лишним подавал как бы там может пара хватало тогда да 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 а так вообще супер нет я смотря на то что я это заметил мне прям по кайфу я вышел нет я с расчетом пара подавал то что мы как на это что ты паришь и жару ты хорошо как бы переносить не этот вот это кстати кажется мягкую баню короче ребята мы здесь говорим о том о чем не говорят даже на банных семинарах тонкости банного дела вот эта вот история она вроде как сигарет про дыхание хорошая вещь на самом деле она обманывает очень сильно и банщика выматывает потому что человек лежит дышит и как бы не чувствует нагрева тела и ну парит 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 банюшку раздыхает 10 раз то есть это выбегает ему что мало человеку а на самом деле потом легко раз и перегрев а еще если это трубка сразу идет на улицу на зимой никак не ограждается очень холодный воздух можно словить воспаление легких на 1 есть такая тема есть к ну туда будет закладываться ты будешь это зимой как тогда регулировать закрывать прикрывать с той стороны будут траву за порядка засовывать и будет как аромата да и для аромата пихточку и она будет тянуть и уже как бы не такой резкий будет приход чтобы не не хапнуть лишнего холода а так в принципе она поддувает но если так вениками закрыть и просто лечь но как бы сразу венички отсюда немножко охлаждает и есть чем дышать в принципе в районе головы то есть она работает как в принципе как вентиляция для всей парной и кто-то там лежит на приятно но ты минут кого же трат я люблю так я не люблю туда лицо пускать слишком контрастно такая вот тема на выйти маленько дышать на третьем заходит вышли после второго захода саня меня еще основательно так погорел хорошенько я прям растекся по полочку кайф и сейчас мы спросим у него про один инструмент который называется пахала самодельный пойдем покажешь делимся идеями прикольно в том что в небольших помещениях она не длинная им удобно работать и при этом она как бы свою площадь и большая захвата хорошо правильно да если бы у меня были длинные волосы они колыхались а вот даже вот вот смотрите на веничке ну очень хорошо прямым опахивает я оценил еще сделал секрет секрет две трубки алюминиевые обтянуты и обшиты все сам делал руки могут обычная ткань да обычная ткань такая плотненькая и чтобы мыть ее было хорошо и короче самодельный теннис на ракетку увеличенного размера кинсайз меня тут решили чем-то удивить я же приехал узнавать что-то новое об они что это такое это я называю медвежья парка парка да ну я интересно и стрёмно одновременно девчонок только в теле я не эксплуатирую худеньким нельзя худенький более жалко мне его не девчонка но тоже худенький но я одни что ты подумай это как его пропариваю когда купаются там заложу в парную и вот этим проминаю спадли во мне это я ходил на тайский массаж и по мне тайка ходила ногами там передавливал многие знают кто ходил ослабление через глубокую разницу да 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 и вот он такой из дуба я сделал из дуба даже это дух сам сделал он тяжелый да я сам он сначала было было бревно я мучился бревном просто катал бревно по человеку и потом получается я разрезал бревно и сделал как обычную скалку чтобы мне было удобно воздействовать на тело у меня друзья приехали с гор у всех отекшие ноги были прям такие ватные такие водяные и вот я они у меня тут каждые по минуту по 20 и они мне кричали тут но соседи не знаю что думали я и в итоге они через там полчаса у них ну вся весь отек с ног сошел нормально вот как разогнал и они начали ходить нормально на них ходили на 4 с лишним там на гору поднимались я еще вот это место использую горшочек чугунный туда раз когда уже закончили париться чтобы запаха не было в парной еды но это же гурман туда ставишь рыбку блин вот такой лучше чем стандыри ну да надо использовать по полной купаться после парень на качельке на качельке на качельке идея ну что я знак благодарности за отличное парение хочу попарить к александр тоже уже положили его все приготовили сейчас начнем наш порог и 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 в и и есть Субтитры сделал DimaTorzok 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 Какой-кайфу, дыши, как хочется. Молчи, дыши, молчи, соседи, что ты делаешь? Меня нет, есть только твое состояние. Молчи, дыши. Молчи, дыши. Молчи, дыши. Молчи, дыши. Подержим немножко пяточка к пяточке. Хорошо. Девушки отдыхают. аааааа и-дет, и-дет аааааа Подыши, я сейчас полотнусь и вернусь. Ну-ка, Саша, согреваешься? Не надо, что ли? Расплывайся, расплывайся, сейчас. Ну-ка. Плотничок сейчас пройдет. Относить можно. Будем к тремить резинку. Хорошая припарочка. этом русский мужик и поясничку у меня показатели что с ними пупелька готов вот это пахнет не спеши раз слабенько держу держу что дверь открываю держу сейчас окунайся как любишь а я пока слюни подберу две рычания медведя все не решились не шевелись чтобы катиться а вот это кива а носиком вдох полежишь на качелях или в поилке куда хочешь не тащил ребята это словами вообще не писать а не надо это еще не допариться потом расскажешь если будет желание сейчас полная полная желешка сейчас я ее покринесу на слово попарил я Сашу он что-то хочет сказать друзья ну ты только без этого камера нет говори как есть как есть я куда-то полетел сначала столько мурашей я поймал раньше я ловил мурашей но не настолько много ну теперь я знаю я нарушил мурашки да мурашки да мураши не они были такими прям наплывами и разными не волной а вот прям там 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 ну хочешь прикол но я даже не ставил задачу тебе мурашек ну я когда ну когда ну парюсь я вообще расслабляюсь прямо отдаюсь как ну как и ты говорил что интересно все равно было да 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 но я все равно как ты говорил некоторые моменты контролирую но потом я вообще мне я улетел потом пошли такие прям волны теплые все горячее горячее горячей потом были такие горяченькие такие протирочки были а я даже это надо попробовать это точно надо попробовать потом все в голове собралось короче удалось тебя немножко впечатлить да да я очень много для себя я из этого взял для своей для своей практики набрался того 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 буду на своих гостях это практиковать слушай не хочу тебя больше мучить после бани очень тяжело собраться и выразить свои впечатления мысли поэтому единственное что могу сказать точно это банщикам нужно чаще собираться вместе это самое лучшее обучение это лучше чем всякие семинары за деньги согласен согласен это точно так что продолжаем наши путешествия ждите новых выпусков я тебя благодарю за то что ты попарил меня с трехним паром тебя за то что принял гости меня тоже очень понравилось и для здоровья спасибо спасибо